Девушки отдыхают Я бы хотел ответить на это, что я его писал, но не могу похвастаться таким художественным стилем, как там было. Там террорист, ни много ни мало, с большим писательским опытом был. Террорист замечательный, безусловно. А вы вообще можете себе представить человека, который в это поверит? Таких людей будут миллионы. Это не проблема поверить. Было бы желание поверить. Люди верили и в другие вещи. Ну вот, смотри, Сереж, я публикую эти записки без купюры, не исправляя ни стиль, ни слог. Пештоваков. А потом опять бухгалтерия. Вот ты как заслуженный террорист Украины, депутат Народного Совета ДНР, вот как ты представляешь себе террориста на самом деле? Возможно ли такая рефлексия? Возможно ли нечто подобное? Может ли быть бухгалтерия? Вообще зачем это все делал террорист, если он это, конечно, делал? Ну, я не сомневаюсь, что он собирал против себя доказательства в СБУ. Просто была у него такая суицидальная задача. Другого варианта я не вижу. Но самое интересное, там нюансы. С одной стороны, вот этот высокохудожественный слог, который там присутствует, а с другой ошибки по мелочи в таких конструкциях, как ЧК, ЧН с мягким знаком и так далее. То есть то, что школьник пятого класса, учивший русский язык, уже не допустит. Человеку 55 лет. Ну и с чем это, как ты думаешь, связано? С тем, что в пресс-службе у Арсена Авакова потом... С плохой фантазией, с некачественной работой, с расчетом на общий низкий уровень образования и критического мышления. Сол пишется без мягкого знака, а тарелька без? Маловероятно. Я думаю, что писали все-таки люди нашего местного разлива. В связи с новостями, которые публикуют украинские СМИ, у меня всегда возникает в памяти фраза из фильма «В бой идут одни старики». Так, там один из героев говорил, в ставке Гитлера все малахольные. Вот это очень хорошо характеризует ставку нынешнего Гитлера, киевского, который пытается туфту, я извиняюсь за это выражение, продвигать во все СМИ. И мы знаем ситуации, когда очевидную глупость, которую писали люди в интернете специально, чтобы фейкануть, чтобы потом это разоблачить, Украинские СМИ с легкостью подхватывали, если это ложилось в их общую концепцию, в их общие темники, которые задаются из администрации какого только президента, белого или черного, я вот, к сожалению, не знаю. Ну, туфту, я так понимаю, генерируют как раз представители политикума, и потом оно разбегается по СМИ, причем генерируют через Фейсбук, как мы видим. Кстати, это одесский террорист был, да, который... Да, там группа коммунистов-террористов. Ну, коммунисты все террористы, коммунистическую идеологию на Украине теперь запрещают вообще, но дело сейчас, мы об этом тоже потом поговорим. Меня вот интересует все-таки Одесса. Страшные вещи творятся в Одессе. Вот СБУ у нас сообщает, что Путин выделил 150 тысяч долларов на захват Одессы российскими войсками. Ну, на бензин им не хватит, конечно. То есть, доехать они не успеют. Ну, то есть, не смогут заправить. Только пару танков буквально там. А почему, как ты думаешь, Путин дал так мало? Ну, мы же знаем, что в стране, в России кризис, там людям есть-то нечего. А другие спонсоры у этого захвата планируются? Или это произойдет... Сия тайна мне неизвестна, да. Думаю, что все граница малобюджетная, потому что, ну, мы же все видим, в России люди голодают, пенсионеры там за чертой бедности и так далее. Это, кстати, украинские СМИ сообщают. Я думаю, что они не утруждали себя такой мелочью, как хотя бы съездить и посмотреть. Но это не важно. Есть новости более интересные. Буквально вчера вечером опубликовано было гениальный шедевр. Бабуля, 61 год, из Донецкой области, с оккупированной украинскими войсками территория, оказалась разведчицей военной разведки ДНР. И она ни много ни мало сообщала информацию о передислокации войск. Задержана была СБУ. Не знаю, там пытали ли бабулю, либо пока только держат в подвале. Но интересный момент какой? Найдите мне хотя бы одну бабулю, которая отличит БМП-1 от БМП-2. А что удивительного в бабке-то? Вот я видел, ребенок играл с буком маленьким. Одной рукой самолетик ведет, а другой рукой и такую палочку. И бух, и оно у него падает. Уже же тренируется, правда? Ну, я не знаю, может быть, это даже участник событий. Хотя, конечно, надо таким шутить печально. Люди-то все-таки погибли, поэтому... Я думаю, нам стоит перейти к инициативам украинского законодательства. Они тоже прекрасны. Ну, украинские законодательства замечательны, безусловно. Вот, например, запрещают коммунистическую и фашистскую идеологию. При этом инициатором этого закона, который запрещает, являются депутаты от партии «Свобода». Вот, как ты это прокомментируешь? Я уже слышал комментарий одного украинского политолога, российскому телеканалу, да, о том, что идеологию-то не запрещают, запрещают пропаганду. А так, пожалуйста, коммунистическая партия, работайте, но не пропагандируйте. Вы даже можете поучаствовать в выборах, но это точно так же, как... А на телевизор прийти Петр Николаевич Симоненко уже... А это же пропаганда. Листовка пропаганда. Флаг пропаганда. В принципе, даже круглый стол на тематику, да, там, Великой Отечественной войны, не дай бог вы произнесете это слово, это тоже будет пропаганда. Пропаганда страшной коммунистической идеологии. А как быть с теми людьми, которые были коммунистами, вот, на протяжении всего этого периода? Может быть, к ним надо что-то применить? Может, подсказать украинской власти? Там их всего-то миллионов, даже 30 не будет. Получается, человек был причастен к власти или группировке, да, которая сейчас считается преступной, то есть советский режим считается преступной. Если человек был комсомольцем, комсомольским руководителем, партийным работником, по этой концепции он виноват. Но человек же имеет право завязать и выйти из ОПГ. А, правильно. Но для того, чтобы завязать и выйти из ОПГ, правильно, то есть все равно будет расследование, да, ну, допустим, он совершал убийство, правильно? Ему же это не сойдет с рук. Расследования на Украине умеют проводить. Человек кидается в мусорный контейнер, и по его реакциям сразу все определяется. Этот момент уже совершенно невеселый. Дело в том, что сейчас происходит на Украине зачистка любого инакомысля, любой оппозиции. Они хотят как минимум к выборам осенним прийти с абсолютно управляемыми игрушечными организациями, да. И как справедливо отметил один из российских политологов, что сейчас фактически контрольного пакета акций над Украиной нет ни у одного олигарха. Американцы разделили все на равные доли. Для чего? Для того, чтобы своевременно выводить людей, так как они в свое время вывели Яценюка и остальную, да, вот эту команду Турчинова в том числе, и убирать людей, как своевременно была убрана Тимошенко. Кстати, обратите внимание, она сейчас потихонечку встает со скамейки запасных, на нее начинают обращать внимание, как и на свободу, которая год целый провела практически в забвении. Почему так? Это интереснее твой комментарий, как человека киевского журналиста. Свобода начала выступать с повесткой почти, кстати, коммунистической партии. Она критикует правительство за высокие цены, за тарифы, за низкие зарплаты. Я думаю, именно свобода, собственно, выбивала коммунистическую партию из политического процесса, принялись посредством этого закона. Вполне возможно, что свобода именно на себе хочет сконцентрировать весь недовольный электорат, тем более у свободы своя символика, там всякие пальцы, а не откровенно нацистская, как у батальона в Азове, прочих структур правого сектора. То есть, вполне возможно, что под закон в итоге попадет и правый сектор. Я бы сейчас таких надежд не возлагал, поскольку это организация, которая нужна в долгой игре, тот же самый правый сектор. Что касается свободы, действительно, сейчас нужна сила, которая будет эксплуатировать социальную тематику. Скорее всего, это будет Ляшко как непричастный напрямую к власти и, соответственно, официально не запятнанный финансовыми махинациями правительства Украины нынешнего. И второе, вполне возможно, что это будет свобода. Коммунисты здесь могут на выборах преподнести неприятный сюрприз, как это было на выборах во второй созыв Верховной Рады, когда коммунисты получили относительное большинство. Вместе с социалистами они были близки к большинству абсолютно. Для этого нужно, чтобы выборы прошли не так, как они проходили последние пару раз. А вот скажи, Сергей, 5% ВВП, которые будут уходить на национальную безопасность и оборону Украины, неужели при таком раскладе возможны хоть какие-то выборы? Я бы хотел остановиться сейчас не на этих моментах, какой процент они направят на ВВП. Им завтра денег дадут чуть-чуть больше в Америке, они больше направят на военную составляющую. Послезавтра меньше, меньше. То есть общая тенденция все равно украинской армии идет к утилизации вооружения. Если опираться на какие-то серьезные цифры, например, сегодня экспертом по потерям в боевых действиях является сайт Lost Armor Info, где огромное сообщество специалистов-добровольцев пытается идентифицировать каждый появившийся на экране или фотографии, каждую единицу подбитой техники. Так вот, только за время с момента января 2015 года по начало апреля было выбито 350 единиц бронетехники украинской армии. Поступило 100. Я согласен, что идет утилизация бронетехники, но я считаю, что гораздо важнее идет утилизация людей. Утилизация людей, да, это момент, который самый болезненный и самый жестокий в этой войне. К сожалению, все только начинается, в том числе и с потерями. Есть мой знакомый бизнесмен, ну как бы среднего уровня, то есть обладающий обширными связями, который говорит, что да, в бизнес-кругах говорят о том, что здесь глобальным компаниям нужно два источника ресурсов – вода и земля. При этом количество людей, по большому счету, не играет роли, поскольку сегодня для обработки земли нужно достаточно мало людей. Все остальное, то, что здесь находится на территории, оно малоинтересно. Именно поэтому нас опять сталкивают в очередную активную фазу боевых действий. И тут тоже очень интересный момент. Я бы хотел поговорить немножко об идеологии. То есть о том законе, который сейчас был принят вместе с запретом коммунистической пропаганды. Это закон о признании борцами за свободу и независимость. Все говорят о УНУПА, да. Но там целый огромный перечень организаций, которые весьма вероятно существовали только на каких-то кухнях, либо в воспаленных мазах тех людей, которые писали о них исторические очерки. Но тем не менее, когда мы берем этот список, я вчера его взял, пересмотрел, там, боюсь ошибиться, порядка 50 организаций. Так вот, 80% из них, особенно, ну, и практически все они имели штаб-квартиры или региональную привязку к западной Украине. То есть, как бы на остальной территории Украины то ли ничего не было, то ли там была вообще другая жизнь, на которую сегодня поставлен крест. Так вот, там написана такая маленькая неприятная строка. Интегральный национализм. Мало кто знает, что это такое. Интегральный национализм, он, типа, очень растительный, он безэмоциональный. То есть, вот, немецкий, да, нацизм, он такой, типа, с героями, да, с кучей, там, с небелунгами. А бандеровский, вот этот вот, донцовский нацизм, он, типа, такой, мы травами везде все равно прорастем, задавим, как сорняки, и все, нахуй. Мы к вам вернемся после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Интегральный национализм, он, типа, очень растительный, он безэмоциональный. То есть, вот, немецкий, да, нацизм, он такой, типа, с героями, да, с кучей, там, с небелунгами. А бандеровский, вот этот, вот, донцовский нацизм, он, типа, такой, мы травами везде все равно прорастем, задавим, как сорняки, и все, нахуй. И это именно украинская, да, идеология национализма, она именно по этому принципу и построена. Мы это видим здесь сейчас и видим в Киеве, где люди, которые никогда не были украинцами и близко стали такими украинцами. Они только вот по-украински не говорят, а так в остальном украинцы и против русского языка выступают на русском языке. Такой вот он, интегральный национализм. Дмитрий Донцов во время Великой Отечественной войны находился на территории оккупированной Германии. На него писали доносы, эстапа. Но Донцов не был задержан. Более того, он путешествовал по территории, был и в Прибалтике и так далее, да. И что самое интересное, отступил он со вступающими немецкими войсками. И потом был, ну как бы сдался американским властям. Получил гражданство. И что тоже не безинтересное. Консультировал украинское направление, украинский отдел ЦРУ. Это из тех фактов, которые общедоступны. Что было еще, мы не знаем. Но, вот этот человек, не могу ни одного положительного слова сказать его сторону. Все его работы пронизаны жесткой борьбой наций как видов. То есть, падающего подтолкни, слабый выжить не должен. Причем это не говорит даже о конкретном человеке, да. А о целых нациях этно-со-группах. Важно, этим он отличается от немецкого. То есть, в немецком нацизме все-таки речь идет о каждом отдельно взятом там сверхчеловеке, создающем нацию. А в украинском интегральном национализме есть некое «мы», вот такое, как у Сорняков. Да, и тут еще очень интересно. Все его работы пронизаны словами. Жертва, борьба и так далее. К чему ведет эта идеология, которая сейчас, я считаю, доминирующая в государстве. Да, ей пользуются не идейные люди, как некоторыми политологами было замечено. Ей пользуются хитрые проходимцы в виде наших олигархов, ну и той настройки, которая стоит над ними. Но тем не менее, это эскалация насилия, это жертвы и так далее. И жалко тех ребят на той стороне, которые могли бы жить, расти детей, дать потомство украинское даже. Почему? Правильно? Ну, а если взглянуть на это со стороны олигарха? Вот какие-то люди живут, работы у них нет, бухают. Да они неэффективны. Они неэффективны. Но они могут стать жертвами и героями нации. Безусловно, вот в этом причина, почему олигархии так нравятся этой идеологии. Надо было у их мамок, когда они их рожали, спросить сразу, там, а не хотите ли вы, чтобы ваш ребенок стал жертвой и героем нации, мертвым героем? Ну, рожали они многих в преступные коммунистические времена. Когда жертв не требовалось особых? Ну, героика была, но она была не настолько жертвенная. И нация не играла такой решающий. Да, и раз мы уже затронули коммунистические, националистические времена, у меня к украм, к выдуманному народу великих укров всего два всегда вопроса. Вот 24 года их власти. Куда дели 10 миллионов населения? Куда дели из 50? Где они? Вот были при коммунизме, при злочинной владе коммунистов. Население росло всегда. Да. Там небольшой был спад в 1932-1933 году, кстати, по диаграмме. Мы же говорим не о количестве людей, а их качестве. Жестко. Очень жестко, хлестко и пощечина, понятно. Да, они говорят о их качестве, но большая часть населения, видать, по качеству не проходит. Ну, безусловно. То есть, идет первый фильтр, он начался 24 года назад. Теперь происходит второй фильтр, такое горнило, в котором закаляется эта самая украинская супернация. Боюсь, нас закроют за правду. Причем на каком-то глобальном уровне, типа отключат Донецку свет. Но второй вопрос тоже к УКРам и их предводителям-олигархам с неукровскими корнями. Так вот, как так? Эффективная экономика рыночная, которую строят уже 25 лет, ни разу за это время не дотянула до показателей 90-го года Украинской ССР. Куда дели экономику в ВВП и все остальное? Опять-таки вопрос. Его еще Ющенко озвучивал. Покажите мне на тот бутерброд, на который ВВП намазывается. Помните такую фразу? Я не очень. На дебатах с Януковичем в 2004 году. Был вопрос. А покажите мне тот бутерброд, на который это ВВП мажется. Проблема в том, что дело в том, что ВВП мажется почти на каждый бутерброд. В разной мере. Но Виктор Андреевич мог показать свой бутерброд. Конкретный бутерброд. Петр Алексеевич Порошенко может показать свой конкретный бутерброд. И конфет таких красивых, как делает фабрика Рошен, в советское время не делали. Ну, такие конфеты не пропустила бы просто санэпидемслужба советская на тот момент. Но это не важно. Мы не будем брать такие неприятные мелочи, как уровень медицины, уровень образования и все остальное. Вот просто два вопроса. А что медицина? Где дели населения, где дели ВВП? Советский человек мог поехать в Швейцарию? Советский человек. И сделай воспользоваться медицинской помощью. А теперь может. И с точки зрения тех людей, которые управляют Украиной, все логично. Они могут поехать в Швейцарию, в советские времена не могли. Да, если с такой логикой рассуждать, конечно, сложно не согласиться с логикой олигархата украинского. То есть идет не о количестве людей, а их качестве. Да. Не о количестве, а их качестве. И мы, к сожалению, во все это по качеству не проходим. Знака качества. Нет, безусловно. Иначе бы я не оказался на Донбассе. Иначе бы ты не стал террористом. Иначе бы все вы, зрители, вместо того, чтобы сейчас жить в тех условиях, в которых вы живете, жили бы где-нибудь на островах, купались в бассейне. На личных островах. На личных, безусловно. Купались в бассейне, плавали на яхте. А так как островов 50 миллионов нет, то должно остаться не так много людей, чтобы каждому хватило. Безусловно. Но главное, чтобы деньги размножались, как кролики. Как это происходит у Петра Алексеевича Порошенко. Ежедневно миллион долларов. И, между прочим, все благодаря войне, в которой мы с вами, люди, недостаточно качественные, теряем жизни, теряем здоровье, теряем дома. Мы вернемся в эфир после паузы. Оставайтесь с нами. В эфире программа «Вечером». Мы снова с вами. Хочу представить нашего гостя из Москвы, Виктор Олевич, политолог, специалист по российско-американским отношениям. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Виктор, а будут ли отменены санкции против Ирана? И насколько это действительно отразится на России? Вашингтон и его западные союзники, европейские, действительно нацелены на то, чтобы нормализовать постепенно отношения с Тегераном, провести отмену санкций. И действительно, для Москвы и для России это не самая лучшая новость. Но если говорить о том, какой эффект это будет иметь на текущий кризис украинский, эффект этот существенным не будет. Украине в ее текущей ситуации, в том экономическом, тяжелом экономическом, политическом, социальном положении, в котором она находится, это мало поможет. А с чем связана такая радость украинцев по поводу отмены санкций против Ирана, все эти фантазии о том, как Россия развалится? Ну, опять же, в том критическом положении, в котором находится Украина, украинцам нужны какие-то поводы для радости. И Киев их предоставляет практически каждый день вот такими новостями. Так как ничего другого для своего народа он сам сделать не может. Поэтому приходится прибегать к таким инфоповодам. А как вы прокомментируете недавнюю твит-компанию верховного лидера Ирана Аяталы Хамени о том, что вот все эти договоренности ничего не стоят, которые вдруг появились в течение одного дня штук 8, и закончились требованием к ядерному разоружению Запада? На самом деле, это то, о чем верховный лидер Аятала говорил много раз уже. В этом нет ничего нового. Между тем, Тегеран действительно тоже, как и Запад, склонен к тому, чтобы достичь с Вашингтоном договоренностей. Иран очень заинтересован в том, чтобы санкции были сняты. И поэтому, несмотря на подобные информационные кампании, которые не в последнюю очередь рассчитаны на внутреннее потребление в Иране, эти договоренности, скорее всего, будут финализированы и приняты в обеих столицах. И в Тегеране, и в Вашингтоне, и в столицах европейских государств, которые тоже участвовали в этих переговорах. Россия, кстати, тоже была участницей в этом формате, и была активной участницей. И тот план, который был, в конце концов, принят, исходил, на самом деле, из Москвы. То есть, даже Запад признал, даже Госдеп признал, что были использованы российские наработки. А зачем это нужно было России в таком случае? Если эти отмена санкций больно ударит по России, если России эти санкции выгодны? Это палка о двух концах. Во-первых, Россия была заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты не применили военную силу против Тегерана. Поэтому Россия уже много лет преследует цель разморозить отношения между Вашингтоном и Тегераном, чтобы предотвратить какой-то горячий исход событий. Переход холодной войны между Вашингтоном и Ираном в горячую, по тому типу, как мы видели в Ираке. Да, действительно, как я уже сказал, отмена санкций не самый лучший подарок России, но между тем само участие России, российского МИДа, активное участие российского МИДа в этих переговорах, это своеобразный плюс для Москвы в глазах того же Тегерана. И это будет учтено. А в глазах Вашингтона? В глазах Вашингтона вряд ли есть что-то, что мы могли бы сделать для того, чтобы изменить отношения к нам. А не кажется ли вам вообще странным, что страна, против которой выдвигают санкции со стороны Вашингтона, пытается решить проблемы другой стороны, также связанные с санкциями со стороны Вашингтона? На первый взгляд это может казаться странным. На самом деле, в такой сложной геополитической ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в мире, в этом ничего странного нет. Опять же, Россия была заинтересована в том, чтобы на землю Ирана не пришла война, чтобы у границ с Российской Федерацией не было нового очага конфликта. И разморозка отношений между Вашингтоном и Тегераном в том числе обеспечивает это. Действительно, в этом есть и плюсы, и минусы. Минусы, как мы знаем, это то, что санкции будут отменены. Это, опять же, не лучшая новость для Москвы. Но в то же время вероятность вооруженного конфликта между США и Ираном значительно упала. Виктор, а чем вы объясняете конфликт на Украине между и всем, что связано с американо-российскими отношениями вокруг Украины? Конфликт на Украине спровоцирован Вашингтоном и его европейским союзниками, европейским союзом для того, чтобы... Конечная цель – это смена власти в Москве. Конфликт на Донбассе является своеобразным поводом для постоянного регулярного ужесточения санкций и ужесточения отношения курса Запада по отношению к России. То есть с каждой новой вспышкой военного конфликта на Донбассе Соединенные Штаты имеют повод ужесточить санкции и свою политику по отношению к России и принудить Европу, Японию и других своих союзников к таким же шагам недружелюбным по отношению к России. Основная цель в развязанном конфликте – это не Донбасс и даже не Украина. Это Россия. Это основной приз. Цель – смена власти в России, неугодной Западу, власти, которая за последние 15 лет смогла обеспечить России суверенитет, суверенное существование, способность отвечать на вызовы Запада, способность проводить свою независимую внутреннюю и внешнюю политику, как мы видим на примере той же Сирии или дела Сноудена. Это, конечно же, Запад не устраивает. То есть Россия и Иран в данном случае оказываются в очень схожем положении. Они платят за свой суверенитет с санкциями? На данный момент – да, но Иран все-таки для Запада, в глазах Запада не представляет такую угрозу, как Россия. Иран – это все-таки региональная держава с куда меньшим потенциалом, и военным потенциалом, и политическим потенциалом, внешнеполитическим, а потому представляет куда меньше угрозы в глазах Вашингтона, и с ним Вашингтон предпочел договориться. А сколько стран вообще находится под санкциями США? Сейчас под различными санкциями США находится Куба, с которой, кстати, тоже сейчас Белый дом принял решение нормализовать отношения. И вот через такую нормализацию в конечном счете достичь тех же целей, которые были поставлены, когда санкции еще действовали. То есть привнести туда своеобразную перестройку. Можно говорить и о Венесуэле, о Северной Корее, о ряде других стран, которые неугодны Белому дому, неугодны американскому истеблишменту, и находятся уже многие годы под санкциями США. Спасибо, Виктор. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Всего доброго, до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова